Что такое осень? В Башкирии? Ну, если в Башкирии, то это всегда праздник, а значит компания «Имлайт» снова здесь, в Уфе, где сегодня празднуется День Республики. За моей спиной главная площадка сегодняшнего дня. Совсем скоро на нее выйдут звезды российской эстрады, родом из Башкортостана. Башкирский Джастин Вибер, певец Элвин Грейн, хип-хоп-исполнитель Томас Мраз, группа «Люмин» и хедлайнеры праздничного шоу группа «ДДТ». Что такое осень? Это небо, плачешь и небо под ногами. В лужах разлетаются птицы с облаками, осень я давно с тобою не был. Я приезжаю в Уфу и все время вспоминаю. Идешь по улице Ленина, социалки, Карла Маркса. Чего только не происходило на каждом углу. Мы шли по улице, денег не было, ничего вообще, но кроме мечты. И мы уже сыграли тогда 2-3 песни, а все говорят, а сам бай, слушай, представляешь, лет через 20 выходим на сцену и зал кричит. Да, 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 да! Доин, встает город Вамглера Interestingly, what is the end of the day in your home? Осень, что я знал о тебе? Сколько будет рваться листва? Осень, ты не права! С учетом всех обстоятельств, которые нас окружают, то да, решение о празднике окончательно было принято буквально три недели назад, поэтому в короткий срок со всем техническим цехом, который в очередной раз под старой доброй традицией представляет компания M-Lite, были нарисованы макеты, прорабатывалось под группу DDT, так как самые большие потребности по технике у них. Под них был привезен аппарат Mayer Sound, системным инженером выступает представитель компании Mayer Sound Владимир Зверев, и поэтому все делалось для того, чтобы уфимская публика почувствовала максимально живой звук, действительно хорошее, яркое шоу. Поэтому мы очень рады, что компания M-Lite в очередной раз откликнулась на наш призыв, приехала, помогла нам все это организовать, и надеемся, что сегодня вечером все пройдет на самом высшем уровне, как, впрочем, всегда и было. Идея фикс Юрия Шевчука заключается в том, чтобы до каждого донести смысл каждой своей песни, а если мы не слышим, то мы и не можем донести смысл, соответственно, в плане звука это один из самых-самых придирчивых коллективов в стране. Компания M-Lite была ответственна за звуковое сопровождение и световое. DDT очень много сил и времени потратили совместно с нами, совместно с инженерами компании Mayer Sound, для того, чтобы добиться оптимальной системы звукоусиления. Результат порадовал каждый, кто был на этом концерте, слышал DDT, понимал текст песен, и слышал каждое слово, которое говорит непосредственно Юрий Шевчук. Мы все живем в пути. Оксана, посмотри, какая красивая река. Это ведь белая река. Капли обылом? Ах, река-рука поведи крылом? Да, именно здесь, в Уфе. На берегу Белой реки 40 лет назад родился коллектив DDT, и сегодня Юрий Шевчук приехал сюда поздравить Башкирию с Днем Республики. Мероприятие крайне ответственное, и все должно быть идеальным. Поэтому рулить звуком сегодня будет Игорь Тихомиров, один из первых участников коллектива и давний его друг. И, кстати, песня «Белая река» прозвучит тоже. Самый требовательный вообще исполнитель по звуку, и не только по звуку, и по видео, и по свету, он всегда следит за тем, чтобы было все на максимально хорошем, качественном уровне. Ну да, и поэтому работы много с ним. Приехал по просьбе Юры, приехал, чтобы как-то Максу поддержать. Тем более, что у меня большая практика работы на площадках больших. Площадка мне очень понравилась, она просто чудесная, прекрасная площадка. Она лучше, чем ровные поляны. Именно за счет того, что она у нас находится в амфитеатре, из-за того, что деревья, из-за того, что трава, газон, то есть это хорошее звукопоглощение. Пока нет и зрителей, единственная проблема. Каменная наша поляна, она отражает очень много верхней середины на данном этапе. Но когда станут зрители, звук станет еще мягче, чище. И вообще, по-моему, прекрасная поляна для работы звуковой идеальная. Видно и слышно должно быть каждому. Чтобы реализовать эту идею группы DDT, им Light Show Production изменила классическую конфигурацию фестивальной площадки. Так пультовую уменьшили и сместили вправо к башне компенсации звука. Был перестроен и дополнен сам звуковой сетап. Собираемся на концерт группы DDT. Требования очень высокие. Берем только самое новое, самое свежее от компании Myer Sound. Самый мощный громкоговоритель от компании Myer Sound – Лео. Примерно за две недели до сегодняшнего дня Андрей Луканин, световик DDT, прислал развес. Еще в пустоте, еще не было известно размеры сцены. Он уже начал писать шоу. Шоу писал по тайм-коду. Использовал парк наших приборов в Клайпаке. Шестисотые профайлы, девятисотые профайлы светодиодные. Самой главной фишкой является стенка из паров ламповых, аналоговых киловаттных паров. Тут был только один эксперимент со старыми лампами. И я попробовал. Получилось, в принципе, довольно театрально. Просто лампа с параболическим прожектором. Он давит такой хороший аналоговый теплый свет. Остальное все я простроил по принципу линейности, потому что мне больше так нравится. Оно агрессивно смотрится. И, опять же, можно... Все линейное можно разобрать по кусочкам. А вот нелинейное уже не разберешь. Это всегда глазу, когда они знакомы. Люди же привыкают ко всему. Что-то такое давно забытое старое. Какое хорошее солнечное свечение. На рок-концертах, хочется, что хорошо подходит. На башнях Дилэй также разместили выносной свет. Опять же, из-за того пультовая уменьшилась в размерах. Но девятисотые акскоры от Клайпаки успешно справились с освещением лиц артистов на таком расстоянии. Все расскажем про восход и про закат. Башкирия ждала ДДТ в июне. Юбилейный тур, несколько городов, среди которых, конечно, Уфа. По известным причинам тур перенесли, а двухчасовое шоу в родном городе Юрия Шевчука стало подарком ко Дню Республики и первым концертом группы в 2020 году.